Всем привет, с вами Ольга Дуброва. Сегодня я рассказываю вам о том, что можно сеять в декабре. Как-то я рассказывала, что можно сеять в январе. В принципе, что декабрь, что январь, ну, что света мало, что тепла мало, и вообще все очень так стрёмно и непредсказуемо, поэтому примерно одинаково. Но пусть это будет дополнением, то есть то, что можно в январе, то можно и в декабре. И наоборот, крутите как хотите, как вам нравится, как получается. В первую очередь в декабре мы можем еще посеять те растения, которые требуют стратификации. Обычно это многолетние растения, которые при весеннем посеве требуют дополнительных у нас манипуляций. Надо их в холодильник носить, засыпать их песочком, либо опилками, температуру соблюдать. Не всегда это получается и не всегда это просто возможно. И просто это трудоемко. Поэтому не пугайтесь того, что за окном декабрь месяц мы выбираем емкость. Ну, емкость должна быть невысокая, сантиметров. Пусть это будет плошка или контейнер от печенья еще лучше. Плошка высотой сантиметров 10, в диаметре сантиметров 15-20. Как обычно, насыпаем почву. Одно лучше насыпать какого-то дренажика, либо это будет керамзит, либо обычного песка насыпать. Заполняем грунтом, присыпаем торфиком и несем на улицу. Нет возможности на участке, значит, можно отнести на балкон, лишь бы там температура была такая, умеренно низкая. Если мы вынесли на улицу, но там на улице мороз, зима и снег, значит, прокопали до той возможности, как мы можем прокопать снег. Поставили на почву, засыпали снегом и сверху можно накинуть там или ветку, или спонбонда, охапку накинуть. А потом, если будет возможность, то когда, вот теперь лишь бывает у нас регулярно, земля когда оттает, то мы вкопаем горшочек до уровня, верхнего уровня. И все, больше мы с ним ничего не делаем. Ну, конечно, надо это место обозначить, а там уже природа сделает за нас то, что надо сделать. То есть, наша задача какая при стратификации, чтобы нарушилась семенная кожура и проросток смог свободно прорасти. Вот это все и пройдет. Либо, если это какие-то пряные растения, то чтобы вымылись эфирные масла всякими металлами, водами, ранними дождями. И все это произойдет на улице. И поверьте, все у вас получится. Что можно туда занести? Можно различные виды сорта мяты, можно аквилегию, если у кого-то она еще не засеяла огород. Вот сюда можно присоединить и дельфиниум, герань кроваво-красную, нашу мученицу лаванду, с которой всегда неудачи как-то одолевают. Люпин многолетний, молочаи, они всегда поддаются посеву где-нибудь там в марте или в апреле месяце. Различные виды примулы, потому что некоторым видам требуется все-таки стратификация. Хотя бывает и посеешь, зайдет себе, а иногда мучаешь, мучаешь, вроде бы носишь в холодильнике, все равно ничего не получается. Вот при таком способе у вас обязательно получится. Возможно, у вас где-то завалялись луковицы. Вот так произошло и у меня. Я не огорчилась. Во-первых, можно сделать либо выгонку, мы еще запросто успеем. Я вам как-то рассказывала про ускоренную выгонку, когда мы прямо где-то там во второй половине января сажаем и соблюдаем температурный режим. Но если сейчас вот эти вот остатки, которые у меня завалялись, вот они уже бедные гиацинты, просятся в рост таки, красавчики. Немножко очищаю, обработаю. Даже марганцовочкой обработаю, а может и не буду обрабатывать, потому что они в принципе здоровые донцы. Донцы крепкие, просушенные. Завалялись у меня еще нарциссы, тоже просятся в рост. Что я с ними сделаю? Я их посажу в горшок, либо в какой-нибудь контейнер. Тут уже объем его должен быть побольше, чем когда мы сеяли семена. Объем должен быть где-то 2,5-3 литра. На дно тоже мы кладем дренажик. Затем насыпаем почву. И как обычно, как и в почву, мы сажаем так, чтобы над поверхностью ростка было два размера луковицы. Посадили, засыпали и тоже понесли. Либо на прохладный, холодный балкон, либо занесли, прикопали. Либо прикопаем тогда, когда сойдет снег и оттает земля. И весной все у нас получится. Затем этот горшок с нашими посадками вы можете поставить туда, куда хотите. Можете принести его за определенный срок, и у вас получится выгонка. Какому-нибудь празднику или дню рождения вы удивите своих родных. Либо ждите уже весну, а потом поставите на крылечко или привезете в город на балкон. Еще у меня затесняются тут ирис сетчатый, алида сорт. Такие у него мелкие луковицы. Если у вас такое разнотравье есть, то можно посадить это все в один горшок. Сэкономите место. Можно сажать густо. Луковицы саживаются в горшке практически вплотную друг к другу, так как это будет у нас такая импровизированная выгонка. Крупные луковицы сажаем поглубже. Мелкие луковицы, как сэндвич, мы посадим повыше. И затем пусть они себе растут и цветут каждый в свой срок. Сначала зацветут тюльпаны, если остались тюльпаны. Да, остались тюльпаны. Затем зацветут гиацинты, потом зацветут нарциссы. Ну и где-то между ними зацветет ирис сетчатый. Можно вот так вот спасти, и все будет в порядке. Даже в разгар зимы мы можем запросто посеять многолетники, те, у которых длительный срок от момента посева до цветения. Но здесь, помните, я вас учила, что вы должны осознавать. Можете вы обеспечить своим питомцам свет, тепло, постоянное тепло. Ну, полито вы уже польете. Но тоже ни в коем случае не переливать. К таким вот долгоиграющим, которые, как правило, сеют в хозяйствах, когда хотят получить раннее цветение. Либо вы хотите получить раннее цветение, либо просто получить цветение. Вот с устом и такая история, которая зацветает, ну там, через 180 дней в этом году. У меня вот такой получился непроизвольный эксперимент. Посеяла я ее в январе, все замечательно, всходы, все там росло. Часть растений я оставила в городе на грядке. Цвели они великолепно в условиях города Минска. Цветение было пышное, то есть одни руки, один сорт, один срок. А вторую партию я завезла к себе на дачу. Это 30 километров от города Минска. И если в Минске они зацвели уже в середине июля, и цветение было, ну вот просто пышное, не нарадуешься, то у меня на даче они зацвели только в начале сентября. И уже как-то они не собирались дальше буйствовать. Ну, рада была и этому. Это я к тому, что микроусловия всегда влияют на цветение и на здоровье растений. Долгоиграющие растения это еще такие бегония. Пусть это будет не симпперфериоренс. Можно посеять бегонию боливийскую, либо клубневую. И тоже к началу сезона вы получите либо цветущие, либо хорошо окрепшие растения. Сюда же относятся вербены, гелиотроп, который тоже очень большой длительный срок от посева до цветения. Пеларгонии можно посеять в феврале и в марте, но если вы ее посеете сейчас, то в принципе она хорошо на это откликнется и сильно не будет страдать от недостатка света. Глоксини из комнатных растений. Кто увлекается кактусами, можно селить кактусы, но при этом непременно надо приобретать будет фитолампу. И вот ходишь где-нибудь там в январе месяце по улице вечерком на прогулку и такой бесконечный хэллоуин. Эти жуткие фиолетовые окна даже выглядят пугающе, но люди выращивают растения. Молодцы. Гвоздика шабо. Тоже красивое растение очень. И в букете хорошо стоит, и на грядке красиво смотрится. Поэтому вот эти растения селить можно в декабре месяце при условии досвечивания и температуры. Температура должна быть умеренная как ночью, так и днем. Что у меня тут за кучеряшка стоит? Это история про микрозелень. Можно назвать микрозелень, потому что есть специальные семена. Но какие бы вы зеленые культуры не посеяли, это всевозможные салаты, горчица листовая, луки можно сеять или принести, посадить. Это у меня с прошлого года остался майоран. Вот он такой душистый. Сразу я его срезала, а потом он вырос такой вот растрепахой. И даже сформировал семена. То есть все происходит своим чередом. Зеленью все понятно. Через неделю она зайдет, даже если что-то будет не так с температурой или освещением. Затем где-то через месяц вы уже сможете срезать урожай пучками для того, чтобы обогатить и приукрасить свои привычные блюда. И это очень приятно, когда прямо с подоконника вы срезаете свою зелень. Когда что-то случается не так, вдруг очень холодно, она тормозит в росте. Но потом, как только потеплеет, она снова в рост. И снова все радует наш глаз. Ну, мне кажется, то, что можно посеять в декабре, я уже достаточно много сказала. Поэтому спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Всего хорошего.